Тема моей проповеди сегодня называется «Опасный диагноз». Конечно, я буду говорить о духовном диагнозе. Я буду говорить сегодня о непрощении. Но хочу вначале предупредить, друзья, не отключайтесь. Если вам кажется, что эта тема непрощения вам понятна, вы уже все знаете на эту тему, у вас с этим проблем нету, то я хочу вам сказать, что это все равно, что думать, что у меня нет проблем с грехом. Вот на данный момент вы сидите, вроде все нормально, да? Но никто же не гарантирует, что будет завтра. Никто не знает, когда и где кто, возможно, может упасть. И в Писании по этому счету написано «Если ты стоишь, то берегись, чтобы не упасть». Правда, хорошее напоминание, предупреждение нам, что никто из нас не застрахован. И если даже и кажется нам, что эта тема прощения такая заезженная тема, она уже понятная, легкая, то не говорить на тему прощения – это все равно, что всем перестать мыть руки. Каждый день вы соприкасаетесь с микробами, с инфекцией. Точно так же и в отношениях между людьми. Каждый день мы соприкасаемся с людьми с утра до вечера. И каждый раз, когда вы соприкасаетесь с людьми, у вас есть шанс встретить зло, несправедливость, обиду, боль. И каждый раз, когда мы общаемся с людьми, у нас всегда есть вызов, чтобы где-то в сердце зародилась обида или непрощение. Прочитаю первый текст, 2 Коринфянам 2 глава, с 10 стиха. Итак, если вы посмотрите контекст, главная тема этого отрывка из Писания, конечно, идет речь о прощении. Апостол Павел призывает прощать. Он убеждает их, что нужно простить, нужно отпустить, покрыть. И дальше добавляется такая, кажется, деталь, но очень громадная, имеет значение, эффект на нашу жизнь. Если не прощаем, если не отпускаем, то тогда сатана может нам нанести ущерб. Ущерб, то есть зло, какое-то страдание принесет проблемы в нашу жизнь. А я уверен, вы согласны, что у вас и так проблем хватает. И так нам и люди в этом помогают. А тут представьте себе, если вдруг вы попадаете в категорию обиженных, в непрощении живете, тогда ваш кейс, ваше дело передается в руки, и сам дьявол занимается вашим кейсом. Вы представляете, как это звучит ужасно? Так написано. Прощайте, или чтобы вам не сделал ущерба сатана. Я понимаю, друзья, что в жизни физическом мире диагнозы бывают разные. Но правда есть страшные, а есть не очень, а есть смертельные. Когда мы говорим о духовной жизни, об этих диагнозах, которые называются обида или непрощение, то это очень опасное духовное состояние. Человек обиженный – это диагноз. Человек, который живет в непрощении со своим сердцем – это опасный диагноз для твоего духа. И это и разрушает и все в твоей жизни. Итак, давайте посмотрим на диагноз непрощения, какие проблемы вытекают, которые связаны с этим. Первое. Диагноз непрощения, его трудно признать. В своей жизни я сталкивался с разными людьми. Выслушивал очень много разных проблем, горя, беды, жалоб, исповеданий, иногда ужасные, страшные истории. Люди иногда живут в тяжелых, ужасных ситуациях. Но при этом почти никогда редко встречается человек, который приходит и говорит «У меня проблема» и называет проблему «У меня проблема с непрощением». Человек может часами разговаривать с тобой, рассказывать истории, проблемы, горе, обвинять людей. И ты слушаешь уже часами, часами истории не заканчиваются. Кроме одной причины и самой главной проблемы не называет. Это проблема непрощения. Это трудно признаваемый диагноз. Скажу больше, особенно для верующих со стажем. Если здесь есть верующие в онлайне или здесь, которые давно верующие, нам кажется, и я с вами, у нас с этим проблем нет. Для нас все понятно, все знакомо, прощать, это тема первоклашников. Мы все в этом понимаем. Но, друзья, это все равно, что физически есть некоторые диагнозы, которые люди тоже не признают. Ну, например, вы встречали алкоголика, который говорит «Я алкоголик». Ему уже официально справку дали, диагноз уже, вся улица знает, а он утверждает, что нет. Он не алкоголик. Ты думаешь, ну как человеку объяснить? Что нужно, чтобы произошло, чтобы ему дошло? Бывает человек, вот у него проблема с лишним весом. И это может быть вызвано разными причинами. Иногда это какие-то гормоны, дисбаланс, какая-то болезнь. Человек не в состоянии контролировать. А есть, когда этот человек сам где-то пренебрегал, что-то неправильно действовал, и сам как бы виноват в этом. И вот ему врач говорит, у тебя проблемы с лишним весом, и у тебя, если ты не исправишь, у тебя будет диабет один, сахарный, соленый, какие там еще есть. Ну, будут разные. У тебя будут проблемы с сердцем, у тебя будет там и то, и сё, и может быть, этот, холестерол повышенный. Человек так его послушал. И дальше. Как вы думаете, он в диагноз поверил? Ведь он уже с этим диагнозом живет лет 10, 15, 20. Он уже убежден, что и так можно жить. Ему говорят, проблема может быть, но он уже с этой проблемой давно справился. На уровне не знаю каком он понимает, что так прожил 10 лет, еще проживу. Если человек не реагирует на диагноз, на вот этот, на то, что указывает врач, то со временем проблема будет хуже. Вы знаете, да, потом инсулин подключают, таблеток больше, уже ты сбиваешься, уже ты ходишь, уже записывать нужно, в какие дни что там пить. И получается, разрушаем иногда здоровье свое, потому что не верим, или точнее скажем, не осознаем опасность диагноза, который нам поставили. Ну вот расскажу свой пример, чтобы вы не чувствовали себя плохо. Я сдал кровь недавно. Как вы думаете, почему? Правильно, правильно вы думаете. Потому что жена по профессии медсестра, вот почему сдал. И сам думаю, у меня так пришел домой, а меня спрашивают, а что ты кровь сдал? Я так растерялся, думаю, и правда не знаю почему. А потом вспомнил, сказал причину. И мне пришли результаты и говорят, у тебя холестерольчик чуть-чуть повышенный. Это важное слово, чуть-чуть. Это правда, чуть-чуть. И как вы думаете, я поверил врачу? Ну вы посмотрите на меня. Красавец, здоровый. Стоит перед вами. Все в форме, все нормально. Какой, какой холестерольчик. Конечно, я ему не поверил. Я ему не поверил, и я этот диагноз вообще не принял. А жена, как там, ну знаешь, как медицина, там, начинает мне рассказывать, там, капать, капать. А я ей вообще не верю. Как будто не осознаю. И вот живой пример перед вами ходит. Вот таких вот в жизни историй. Ну вы же знаете, да, что если этот холестерольчик повышается, 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 то потом могут быть серьезные проблемы. Ты уже не придешь, а тебя могут принести. А потом его и несут. Вот так, друзья, опасно бывает в жизни нашей. Поэтому я говорю это к тому, что нам, во-первых, важно как верующим понять, что часто, когда в нашем сердце обида, непрощение, горечь, как вы хотите его называйте, это осознание приходит часто поздно. Его мы почти не признаем. И вот это первый пункт. Если ты это поверил, что мы почти не признаем, у нас с этим проблем нету, то тогда для тебя сегодня может быть полезно то, что ты услышишь. Дальше. Второй пункт, проблема с непрощением, это то, что никто из нас не застрахован от этого диагноза непрощения. Нету таких прививок, нету таких трюков, что можно вот так вот нажать, за ухо дернул и все, и ты не обижаешься. Любой человек, соприкасаясь с людьми, он всегда подвергается риску опасности. Вот почему я прочитал вначале, если ты думаешь, что ты умеешь прощать, что у тебя ты все, ты не гордый, ты людей легко отпускаешь. Я тоже так думал. Но как только я вот это подумал, не знаю, неделю-две я сразу попал в ситуацию, с которой я не справился, не смог отпустить и простить. И расскажу потом, как я из нее вышел. Но нам важно еще, друзья, понимать, в чем опасность для всех верующих и неверующих. То, что враг, дьявол, сравнивается в Библии, что он вор, да? И написано в Писании, что его миссия украсть, убить и погубить. Если мы заходим на территорию непрощения, тема непрощения, обида, значит ты по-любому сразу попадаешь под влияние. У тебя есть вариант, что дьявол будет причинять тебе ущерб или беду, или проблему. И он туда приходит с целью, чтобы тебя полностью разрушить, украсть, убить и погубить. До конца, слушайте, миссия дьявола. Твою жизнь, тебя духовно и твои сферы разрушить. Но люди, потому что дьявол еще имеет титул чемпион обманщика, он обманывает людей. И люди думают, у меня проблема с чем угодно, но только с непрощением. Да ну ты что, с моим стажем, я уже всех простил, всех отпустил. Это тема знакомая. Вы сами можете проповедовать здесь вместе у меня, что такое прощать и почему. Но, друзья, это не так работает на практике. На самом деле это намного труднее признать, осознать и понять, что мы любой можем попадать в этот капкан. Одна сестра из нашей церкви недавно делилась свидетельством, что в госпиталь попала вроде бы сестра со стажем, и врачи что-то неправильно сделали. И вот у нее такое непрощение из-за вот этих вот вещей, что она поняла, что это начало ее разъедать, мучить просто. И это, кажется, простая ситуация с человеком, который уже верующий, опытный. Поэтому, когда мы понимаем, что дьявол это вор, и его как бы тактика, методика, как иногда он проникает на нашу территорию, это через обиды или непрощение, это то, что говорит Библия, то вы должны знать, что вор никогда вас не будет предупреждать, чтобы вы духовно поднялись. Вот сейчас вот я вас так вот буду искушать обидами, вы увидите удар, откуда вы не ожидали. Да-да-да, будет и Саня, и Маня, вы от них не ожидали. А вы думаете, я сейчас вот так вот, ну, я такой духовный, сейчас вот еще так попощусь, денек, ну, давай, пробуй меня на прощение, никогда такого не будет. Как раз в тот момент, когда ты будешь самый слабый, потому что он же тоже в некоторых вещах профессионал, вор, который приходит тебя погубить через каналы горечи непрощения. Помните, моем руки каждый день, инфекции, отношения с людьми могут каждый день, риск, опасность. И вот в любой день стоишь только бабах, тебя ударило, и ты не справился. И дальше ты уже попал в диагноз, болезнь, а если ты его не заметил, то ты медленно и уверенно разрушаешься. Если ты не заметил, как ты попал в этот диагноз или состояние. И здесь, друзья, нам очень важно видеть корень проблемы, потому что людям более свойственно лечить или избавляться от симптомов. Вот у меня проблема, мне вот не хорошо, не комфортно, и сразу хочется рубить симптомы, уберите у меня вот головную боль. Таблетку выпил, головная боль ушла. Но это же не значит, что ты понял, почему у тебя эта головная боль, правда? Ты же корень проблемы не решил, просто симптомы убрал. Вот точно так же бывает и в духовной жизни. У нас какие-то проблемы, и мы как-то пытаемся что-то там, ну, ты никогда не понял корень. И об этом корне написано, евреям 12 глава, 14 стиха написано, старайтесь иметь мир со всеми. Вот и приехали. Правда? Вам уже дальше не хочется ехать. Написано, со всеми, со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Серьезный вызов. Это не просто петь в хоре, правда? Это вот, если не будет, не увидишь Господа. И дальше написано, наблюдайте, чтобы никто не лишился благодати Божьей, чтобы никакой горький корень возникнув не причинил вам вреда. Английский перевод, там написано, bitterness, root of bitterness, горечь. А еще есть такое слово, New King James говорит, resentment. Это еще такое сильное английское слово, которое говорит, это уже злость или злоба, вот такое вот состояние ледяное, когда человек, он просто обижен, ранен, обижен. И здесь, друзья, хочу обратить ваше внимание, во-первых, на первый пакет. Имейте мир и святость. Я в своей жизни почему-то встречал людей, которые сильно за святость борются. Они так за святость борются, и это хорошо, и правильно Писание нас к этому призывает. Но они так за святость стоят, что все лицо кричит, брови, глаза, тон разговора, все, я за святость. Но там миром не пахнет. Вы встречали такие, которые ставят людей на место за святость? А читаю Писание, тут написано мир и святость. А еще и мир идет первым. Думаешь так, не понял как-то. А что только борьба такая за святость, а не за мир? А что таким тоном? А что такие методики? Что много раненых, но зато святые. Вот нам важно увидеть этот пакет. Мир и святость. Святость. А дальше, друзья, мир, значит, естественно, отношения. Отношения с людьми. Если отношений нету или не нарушены, то тогда возникает непрощение, и это и есть корень. Вот этот корень, которым написано, что он невидимый. Корни они в земле. Их люди не видят. Вот почему трудно признать. Трудно признать, что у меня, возможно, есть такой маленький горький корень. Он не вчера там появился. Это еще труднее. Ты уже забыл, что он там появился. Он там уже годами так потихонечку. Корни обычно что? Растут. Он растет медленно, но уверенно. И вот здесь, друзья, нам важно понимать, что дьявол заинтересован в том, чтобы ты не видел корня проблемы. Не видел корня причины. Вот почему я думаю, не зря здесь сравнивается корень. Вон там он. Нужно смотреть глубже. Не просто. У меня все нормально. Есть проблемы. Всех просил. Да, да, да. Давно. Не спеши. Не спеши. Есть такие вещи, которых ты уже не помнишь даже. Сколько случилось в жизни. Правда? Вот бывает, ты был неправ, натворил, и ты не помнишь. Тут раз жена напомнила. Или муж. Бывает. И бывает так, что памяти не хватит на все. Но они где-то там у нас, бывает, прорастают. И человек как-то пытается это заглушить, как-то пытается, не может радоваться, пытается как-то отвлекать себя, но не лечит корень болезней. И дальше мы приходим к следующему пункту. Это симптомы непрощения. Как проверить себя, у меня есть вот с этим проблемки или нет? Вот пару вариантов. Их, конечно, намного больше может быть. Первый – это менталитет жертвы. Это когда человек живет в саможалости. Сам себя жалею. Я такой несчастный. У меня судьба такая несчастная. У меня именно в доме все… Посмотри, у других людей все нормально. Это менталитет жертвы. Всегда все плохо, несправедливо. Я этого не заслужил. И человек кормит себя этими мыслями. Кормит, питает, развивает в себе. Вот этот корень прорастает. Саможалости и жертвы. И тогда, друзья, человек проявляет хронически обижен. Дальше чувствует недостаток любви постоянно. Недостаток внимания. В мыслях жевал одного виноватого. Потом жевал другого виноватого. Всех переживал, кроме Слова Божия. Смотришь, постоянно жует. Только все, кроме Слова Божия. Мысленно. И вот это, друзья, конечно, оно принесет свои последствия. Второй симптом – это нежелание восстанавливать отношения. Приходит апатия. Это когда первый раз случился какой-то конфликт. И ты решаешь, прощать, не прощать. Вначале вроде прощаешь, потом уже так с натяжкой труднее. Все, дольше времени это берет. А потом you check out. Ты просто, like, все, сдался. Да, все. Не звони мне, не хочу тебя видеть. Не приходи. Не разговаривать не хочет. Все, просто сдался, поплыл. Это симптом, что человек уже все, он перестал. У него уже, он не хочет ничего менять, несмотря на то, что отношения плохие. Он уже не хочет идти ни на какие консультации, ни на какие беседы. Ему уже все равно, все фиолетово. У него уже сколько набралось там внутри этого непрощения, он не заинтересован восстанавливать отношения. Появляется такое безразличие, такой холод, такая тихая за... Тихая ненависть. Тихая ненависть. Такая, чтобы поотрывал бы ноги, головы. Но так тихо, с такой американской улыбкой. И оно там вот сидит, растет. Вы же знаете, что оно прорвет? Прорвет. И да, друзья, когда у нас такое состояние, когда ты избегаешь людей, не хочешь там с кем-то здороваться, конечно, это отражается и на духовную жизнь. Или вообще отсутствие духовной жизни. Остались какие-то привычки правильные, там в церковь зашел. Но нет отношений с Богом. Они нарушены. Фальшивая форма. Нарушены духовные принципы. Если ты их нарушаешь, все идет неправильно. Все идет кувырком. И ты как будто вроде бы и с одной, и с другой стороны. Но принципы божественные нарушены. И эти, друзья, вот такие конфликты, они могут быть между супругами, на работе между коллегами, родители и дети. Не могут друг друга простить, вместить. И, конечно же, этот дьявол там настолько поражает этих людей, эти семьи, что они сами не знают, из-за чего они такие несчастные, сколько они страдают. Следующий момент — это воспоминание прошлых обид. Это тоже симптомы непрощения, когда человек живет прошлым. То есть он вспоминает, как только вы наступаете на мозоль тот же, трогаете рану тут же, тогда человек начинает, его тянет на 10 лет назад, сразу памятная костет острая. И он там, помнишь, 10 лет назад, 5 лет назад, что было. И употребляются такие слова популярные. Никогда ты, всегда ты, никогда ты, вечно. Как будто он уже в вечности живет. Вот такое как бы состояние, что он уже сам не замечает, что это же было давно. А вообще, это ты, уже ты забыл об этом. Зачем ты копаешься в этом прошлом? И ты думаешь, и ты убеждаешь всех, что ты простил, у тебя нет проблем с никакими корнями, нет проблем с обидами. И ты, нормально, все, аллилуйя. Но только тебя за день, ты сразу там 12-летние найдешь. Моментики. Ты их никогда, эти корни, они там остались, они цветут, они растут, потому что они никогда не были искоренены. Иногда тебе больно об этом вспоминать, но ты вспоминаешь. Следующий момент, это раздражение. Я не знаю, если у вас были такие моменты, когда вы просите прощения у кого-то, а вместо того, чтобы сказать спасибо, что ты первый попросил прощения, ведь у тебя это уже, ты там воевал сам с собой, смирялся, ломал себя, пришел, попросил и сказал, I'm sorry, я извиняюсь. А тебе в ответ, да ты и то, и то, и то, и то, мне не надо твое извини, где мне твое sorry? И ты такой, так я же что неправильное сказал, я только сказал sorry, ты текстанул, боялся сказать в лицо, текстанул, I'm sorry. Один месседж текстанул, такой массенький, а тебе в ответ 10. Да ты и то, и то, и то, там свое sorry, мне не надо, ты всегда, ты такой, такой думаешь, ну вот это да, приехали. Уже твое sorry никому не надо, но это же ты в этой роли. Ты даже не понял, как ты перешагнул настолько, ты попал в такую зону, опасную. Тебе говорят, извиняются, а ты уже его, какой я извиняюсь? Ты его как послал, тот испугался, что он извинился. В следующий раз он будет думать дважды, если нужно извиняться, или на луну переехать, он будет настолько бояться. И вот здесь, друзья, и этот человек говорит, я простил, у меня все нормально, воскресенье будет опять, аллилуйя. Так с каким ты диагнозом ходишь? Сколько ты думаешь лет, ты будешь так жить? Конечно, хочется верить, что эти все истории не про нас. И здесь, друзья, когда это происходит, особенно в присутствии детей, то, конечно, это калечит серьезно психику детей, и это отражается на наше духовное и все состояние, атмосферу. Последнее, это нет мира и радости. Это тоже симптомы. Это, вы знаете, друзья, человек по разным причинам у нас может не быть мир и радость, но если в твоем сердце живет горечь, непрощение, поверь, что притворяться тоже нужно усилия. Это тоже нужно усилия. И иногда можно устать, притворяться. А как хочется жить и улыбаться, и не притворяться. Правда? Хочется. Так вот, ты не можешь изменить тех, кто тебя обижает, но ты можешь изменить свою реакцию на обиду. Повторю, ты не можешь изменить всех, кто тебя обижает, но ты можешь изменить твою реакцию на обиду. Потому что даже такие праведники, как Иосиф, тоже, кажется, можно сказать, ну не обижайте. Его обижали. Христос тоже прошел этим путем. И сегодня и мы учимся на этих примерах. Если у тебя вера пропала, что уже ничего не изменится, помни, что еще есть роль Бога. Своими руками ты мало поменял, мы это уже все знаем, пробовали. Но помни, еще есть, нужно давать еще место Богу. Но тебе нужно полностью встать в сторону. А вот это тоже не получается. И здесь Писание призывает нас Ефесянам 4,32. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Последнее, это причина, почему прощать. Не потому, что он заслужил, не потому, что тебе было не больно, а потому, что Бог простил тебя больше, чем ты можешь вспомнить. Бог тебе так много простил. Вот это причина, мотивация для прощения других людей. Бог меня простил. Следующий момент, это процесс накопления. Как вот этот процесс накопления работает в нашей жизни. Поэтому, друзья, хочу рассказать вам, что жизнь складывается с мелочей. И этих мелочей, бывает, накапливается целый вагон. И получается иногда, друзья, что из-за того, что мы люди несовершенные, вот если вас кто-то, например, обидел, если вас кто-то причинил вам боль, то у вас есть шанс не простить в тот же день или в ту же неделю. Но из-за того, что мы люди несовершенные, получается, что на следующей неделе твой муж или твоя жена может тоже что-то сделать неправильное против тебя, обидеть тебя. И так как ты не простил на прошлой неделе, идет процесс накопления. На следующей неделе твой несовершенный муж тоже что-то, какую-то мелочь сделал. Но уже ты должен иметь дело с двумя кирпичами, обидами, которые в твоем сердце. И так, если ты не простил раз, два, как бы промедлил, ну пусть поймет, пусть научится, пусть попросит прощения по-нормальному. А если он вообще там, ну и разные могут быть, да, отговорки. И вот ты как бы носишь эти грузы. И получается, вот этот представляет брат христианина, а вот эта сумка, это его сердце. И вот он, когда подходит сюда, вдруг у него там произошел скандал с женой. Ну такой скандал, что, ну, может ранить, вы понимаете. Да, это раз и попало. Потом опять проходит время и опять какая-то ссора, допустим, с супругами и снова еще. Вот это представляет какую-то вашу горечь и обиду. Снова раз, попало. Ведь он такой его аж передергивает. Это вот сайд эффект. Потом проходят другие там, не знаю, на работе, где-то в других местах или снова, скажем, в отношениях, с кем вы каждый раз близко общаетесь. И снова вот то, что случилось на прошлой неделе, не простил, носит, ну там время лечит, раны, разные там отговорки. Снова еще один кирпичик раз в сердце, в сумку, в сумку, да. И уже наш он встает так пониже, уже пониже. А жизнь же идет, люди несовершенные. И вот эти камни, иногда они у нас, иногда они в нас летят. И снова еще один кирпичик. И вот уже он так вот нагибается, видите, и уже как бы ему тяжело сюда чуть выйти вперед, чтобы все видели, это важно всем запомнить. И потом снова идут, снова идут, и потом еще какая-то ссора, там какие-то конфликты. Так нужно вперед, да, вот так вот нагибаться. И он еще жив, дышит, идет, все нормально. В церкви, аллилуйя, все хорошо идет, но зато в сердце носит там уже тяжести, грузы. А потом какая-то мелочь, там кто-то текстанул так вообще, что попало, как кажется. А потом еще где-то на работе, как бы, а потом вообще не ожидал, не ожидал. Твои самые близкие. И еще, а у тебя же уже там от жены ты носишь, от еще кого-то носишь. И вот еще тебе добавили, и ты так ходишь, ходишь и спрашиваешь, слышишь, Макс, а что так это, настроения нету, Макс, а что ты так голову повис, братишка? А что так низко? А что ты как-то духовно как-то не растешь, не процветаешь? А ну попробуй-то как-то духовно встать, не знаю, так вот попробуй так прорваться, да? Ну ладно, сиди. И вот человек как будто не может встать, не может, и он старается, пытается, пытается как-то духовно подняться, распрявить свои крылья, все, но там же такая ноша, самое главное, что сам по себе один кирпичик, он в принципе как бы ну не такой уж и тяжелый, но проблема в том, что их там много, называется процесс накопления мелких обид, которые висят на шее, а точнее как бы в твоем сердце. И человек, у него спина болит, в духовном плане, да, шея болит, у него вообще в принципе в жизни много чего болит, вы представляете, носить такие тяжести, он не может развиваться, пока он не начнет, что? Избавляться от этого, избавляться, но вы же понимаете, что это же нужно признать, когда человек ходит с грузом, он привыкает, если вам сейчас так повесить, вы тоже скривитесь, а если ты так ходишь, уже так со временем, то ты будешь так чуть-чуть привыкать, да, будет спина болеть, но ты привыкаешь, да, вот бывает рано, человек привыкает, болит, он привыкает, вот так человек иногда живет с непрощением, привыкая, ну попробуй встать, вот так вот в духовном мире, друзья, это вот люди-калеки, это диагноз, понимаете, накопилось много, и самое интересное, он не помнит, откуда оно, почему оно там, какие эти обиды, десятилетней давности, их нужно просто выгружать, вот так вот приходить, приходить просить помощи, и он будет обвинять всех, у меня спина болит, у меня голова болит, это все будут говорить, у тебя не спина болит, не голова болит, у тебя сердце болит, у тебя неправильно другое, ты будешь обвинять всех, и все, кроме истинного корня, истинной проблемы, когда ты начинаешь признавать, начинаешь разгружаться, начинаешь это говорить вслух, и признавать, что да, я был огорчен, да, я был обижен, начинаешь освобождаться, тогда вы понимаете, друзья, выпрямляется спинка, появляется улыбка, и появляется вообще настроение, И жить просто хочется. Просто вот запомните эту иллюстрацию. Вашим детям показывайте. Спасибо, Макс. Вот так работает процесс накопления. Вы знаете, засоренный фильтр не всегда видно, правда? Пелесос может выглядеть очень красиво внешне. И может даже дорогим быть. Но если фильтр забитый, то это не значит, что он хорошо работает. Вот так бывает, друзья, и в нашей жизни. Поэтому быть обиженным – это неизбежно. Но жить обиженным – это выбор. Жить обиженным – неизбежно. То есть, извиняюсь, быть обиженным. Но жить – это выбор. Поэтому, друзья, действуйте. И приходим с вами к пункту опасность непрощения. Опасность. То, что это плохо, вроде бы, как бы поняли. Но теперь смотрите, намного это хуже, чем мы думаем. Первое. Бог тебя не прощает. Звучит плохо, я знаю. Звучит радикально. Даже не смотрится. Как это в церкви написали. Бог тебя не прощает. Извиняюсь. Хочу добавить, что Бог всегда прощает грешника, который к нему обращается в покаяние. Но Бог не прощает. Эту мысль хочу подтвердить Писанием. Матфея 6,14. Написано. «Если не будете прощать людям, людям, то и Отец ваш Небесный не простит тебе согрешений наших». Вы представляете, друзья, какое это человек обречен. Вот представьте себе Новый год. Я вам обещаю, друзья, в 2024-2023 году экономика будет лучше. Все будет лучше. Все будет хорошо. Только одно. Бог тебя не прощает. Вот с 2023 года. Как вам такое поздравление? Нормальный человек должен разобраться, что так, подожди, так какой смысл жизни дальше? А куда идти? С моим мнением. А тут, в принципе, твое мнение, тут вот принципы божественные. Бог тебя не прощает. Ты там пытаешься молиться, пытаешься поститься. А принципы божественные, не я их устанавливал. И не я вообще этого желаю или хочу. Я просто цитирую Священное Писание. Вот почему, друзья, диагноз непрощения – это духовное самоубийство. Да, звучит тоже плохо. Но отрезвляюще. Как только человек попадает в эту зону, это медленно, но уверенно. Человек духовно разлагается, разлагается, уничтожается. А еще самое главное, что он это выбрал. Он сам это выбрал. Следующий. Обида – это яд, который тебя разъедает. Можно сказать, а как это? Вот кто в жизни хоть чуть-чуть имеет опыт, все знают, как обида уничтожает людей. Просто разъедает внутри. Вроде бы ты ничего плохого никому не сделал и сам страдаешь. Вдумайтесь. Из-за того, что тебя обидели, тебе сделали зло. А сегодня зла столько в этом мире, столько ужасов в этом мире, на земле сегодня. И если мы не прощаем, не отпускаем, то переходит следующий этап, когда мы открываем дверь для дьявола в нашей жизни. В медицине, в диагнозе рак, по-моему, есть четыре стадии, правильно? Первая, вторая стадия – это когда тебя обидели и ты… Ну, разные есть уровни. А третья стадия рака – это уже когда метастазы пошли, это когда ты уже решил не простить. Горечь закралась в твоем сердце, обида. И вот это уже третья стадия, это уже пошли метастазы, уничтожают тебя всего. Ты еще даже можешь иногда это не чувствовать сразу. И, видимо, может быть необязательно, это невидимо. Но внутри тебя уже это съедает. И четвертое – это уже все – смерть. Вот так, друзья, духовно человек, который, вот кажется, как достучаться? Ты же живешь вне прощении. Ты тому руку не даешь, ты с тем не хочешь общаться, тот тебя раздражает, с тем ты не хочешь примиряться. Ну, много симптомов, которые кричат. Ты живешь в обиде. Человек утверждает – нет. Нет и все. Вот кажется, вот как, помните, я алкоголика говорил, я не алкоголик и все. Но уже, кажется, все уже, все уже кричат об этом, ну, все знают, кроме тебя. А человек думает – все нормально, все нормально. Я как бы в церкви, все нормально. Но, дорогой, если ты в госпитале, дышишь, это же не значит, что все нормально. Я для себя сделал откровение, что, когда ты имеешь дело с непрощением, то проблема не только, что люди не прощают, я думаю, большая проблема в том, что они не признают. Услышьте меня, церковь. Не признают, что у них есть в этом проблема. А тем более, что это давно было. Давно. Ты уже сам не помнишь, откуда и что. Что-то тебя там точит. А вот уже так давно, что оно все равно есть. И когда ты открываешь дверь для дьявола, то ты даешь ему право тебя терзать. Прочитаю еще один текст, подтверждающий эту мысль. Ефесянам 4, 26, написая, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. У меня к вам вопрос. Этот текст обращен кем? К кому? К верующим или к неверующим? Это важно, это важно заметить. Не давайте место дьяволу. Во-первых, хочу снова подчеркнуть контекст. Здесь снова идет тема прощения. Потому что вначале ты разгневался, разозлился, значит тебя обидели, достали. И потом у тебя есть вариант простить, отпустить. Писание говорит, делай это со скоростью до заката солнца. А если ты не будешь делать, у тебя есть выбор, у тебя выбор, то тогда написано, ты даешь место дьяволу. Представьте себе, как это звучит ужасно. Я? Я даю место дьяволу. Ну да, ты, у тебя есть право. Бог бы никогда не требовал от нас ничего, то, что человек не может ни в состоянии выполнить. Значит, получается, ты, у тебя есть это, право или выбор. Поэтому, друзья, обращение идет к верующим людям, чтобы мы не давали место дьяволу, потому что неверующие люди, они и так ему дали все. Они ему принадлежат. Это его территория. А для верующих написано, не давайте место дьяволу. А если даем, то он туда не придет просто так на один, ну так, так скромненько, соблюдая все правила. Помните его миссию? Последняя его миссия? Missions. Destroy, to destroy you. Украсть, убить и погубить. И когда ты эти вещи понимаешь, то ты будешь осторожным, чтобы не давать ему место, потому что дьявол наносит ущерб. Как он наносит ущерб? Морально, на уровне мыслей, эмоционально, на уровне духа и иногда и тела. Полностью разрушая тебя. Я вам расскажу пример одного подростка, которая здесь училась у нас в подростковой школе. Кто не знает, у нас есть ТБС, подростковая библейская школа. И туда приезжают подростки со всей Америки. И вот был один год, когда была одна девочка, ей было примерно 14 лет. И она не могла ночью спать. Ей снились кошмары, ужасы. Дошло до того, что она начала физически иногда видеть этих бесов. Вы представляете, ребенок не спит. И когда ему дают дозу каких-то там валерьянки, что обычно человек заснет, то эта доза не помогает. Нужно какие-то конские дозы. И ты понимаешь, это же, это ненормально, это что-то не то. Это не так, оно работает. И что они только не лечили, как только не работали, чтобы ребенок ночью спал. Не спит. И когда она попала сюда, как это вскрылось? Потому что дома она спала в своей комнате, там на втором этаже, там у нее неприступная крепость. Но когда она попала в школу сюда, то здесь они живут вместе, в одной комнате группа, там их 4-6 человек. И когда уже в группе, то даже то, что ночью происходит, оно вскрывается. И вот так вылезла эта ситуация, что она ночью там орет, просыпается, она не может выключить свет ночью, она боится. Ее просто мучают. Кошмары, ужасы, она постоянно в страхе, бегает. И уже, конечно, все устали. Все устали от этого. И никто не может понять причину. Вы представляете, вот лечить такого человека, давайте там овощи кушать, не знаю, валерьянку заливать. А ничего не помогает. Потому что корень непонятный. И вот часами беседы с ней, часами она рассказывает истории. Ты уже пытаешься выпытать, узнать, как-то откопать, в чем же корень проблемы. Часами беседы, ты уже устал от этих историй. А их там много. И в итоге, где-то через часа четыре, ты понимаешь, что там проблема в том, что она не простила папу. Не буду рассказывать причины, это еще долго займет. Но суть в том, что она не могла простить отца за то зло, которое он сделал. И она поселила, приняла эту ненависть в свое сердце. она это культивировала годами, жила в непрощении, родители верующие ходила в церковь. Дошло до того, что она ночью перестала спать. И когда мы уже ее начали так аккуратно показывать и выводить ее на свет, говорить, что ты должна простить, ты должна отпустить, это нужно ради тебя самой это сделать. И это тоже непросто. И вот когда она в конце концов сказала это с такой чажестью, я прощаю моего отца, 14 лет ребенок заснул. Вы представляете, вам не кажется так? Ну как такая хрупкая девчонка там, как ее там дьявол будет мучать, 14 лет это же ребенок. Кому вы это рассказываете? Знаете, к чему это говорю? Родители, если вы думаете, что у вас с непрощением проблем нету, вы профессионалы, вы справитесь, вы всех простили? Тогда у меня к вам совет. Научите ваших детей прощать. А то дьявол в возрасте путается и несовершеннолетних атакует. Кажется, так нагло. Вот 14 лет девочка, она так раз и ребенок мучится, страдает. Корень непрощения. Вот как дьявол. Даешь ему место, и он будет разрушать, уничтожать. Все с ума сходят, никто не может понять, в чем причина. Иногда, друзья, эти проблемы возникают также и физически. Пастор Дмитрий рассказывал одну историю, когда они молились за одного человека, и она говорит у него или голова, или нога, что-то болело, и они вначале предложили ей служить, давай помолимся сначала за твое состояние сердца, о твоем духовном вначале поговорим. И в беседе как-то помогли и вывели ее как бы на свет, показали, что у тебя проблема непрощения. она приняла это, покаялась, исповедовалась, простила, а потом дальше служитель говорит, а теперь давай помолимся за твою голову, или что там у тебя болело? Она говорит, ты знаешь, уже не болит. Я не говорю, что все болезни это только с непрощением. Я просто вам говорю, что на практике, когда дьявол начинает разрушать, когда мы ему даем место, написано же в Библии не давайте, даем место, то он бьет по всем. и несовершеннолетним, и на уровне ума, и духа, и тела. Вот почему я называю эту тему опасный диагноз. Опасный диагноз. Не спешите говорить, я все знаю на эту тему. Никто не застрахован. И когда оно начинает расти внутри, то оно очень опасно. А иногда эти мелочи, как я сказал, накапливаются, что ты не можешь головы поднять, и уже забыл, почему ты ее не поднимаешь. Не пригласили, спасибо не сказали, замечания сделали, а иногда ужасное зло сделали, и ты не можешь справиться. И тогда приходит момент, ты живешь в этом, мучение, называется мучение. Знаете, почему этот пункт стоит там? Потому что этот пункт не мой, это не я этого желаю, это из Библии взято. Что человек, который не в прощении, он мучится. Матфея 18, иллюстрация. Христос рассказывает притчу, когда один человек простил, а тот, кого простили, идет и нашел того, кто должен. И он его решил не прощать, хотя сам только что получил прощение. И он решает другого, тот просит, умоляет, тот решил, не буду прощать. И итог этой притчи написано, его кинули в темницу истязателем, по-английски написано над ним будут издеваться. Кто? Вы уже знаете ответ. Представляешь, сам попал в тюрьму, где сам тебя издеваются над тобою. Дьявол насмехается, издевается, а ты не можешь понять, в чем причина. Потому что живешь в непрощении. Итак, выход, друзья, последнее. Конечно, выход. Нам же хочется хоть хороших новостей, или надежды. Вот она есть, друзья. Вот для нас есть выход. В Боге всегда есть выход. Первое. Господи, укажи мне на мою проблему. Покажи мне мой диагноз. Дай право Духу Святому себя сканировать, проверять, вникать, напоминать. Иначе ты думаешь нет проблем. А кто-то рядом с тобой думает есть. Видишь, уже два мнения. А спросим еще Духа Святого, там еще будет глубже анализ. Поэтому не стоит сильно себе доверять. Дай место Духу Святому. Дай шанс. Господь, сканируй, проверяй то, что я не знаю, не вижу. Второе, метод, как выйти из этого диагноза, это молись за обижающих. Те, кто тебе причиняет боль, за них молись. Кажется, ну, хорошие советики, на-на-на-на-на-на, ну, для кого-то. Друзья, а вообще этот совет не мой. И методика тоже не моя, взята из Священного Писания. Читаю вам авторитет Слова Божия, Матфея 5, 44, написано Слова Христа. Слушайте теперь с двойным вниманием. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим вас и молитесь за, вместе скажем, обижающих вас. Я не буду поднимать, просить поднять руки, кто молится за обижающих. Просто хотел напомнить, молитесь не только за вашу внучку, но и за обижающих. Молитесь не только за ваших детей, но и за обижающих. Методика библейская, очень конкретная, согласен, очень радикальная, но очень библейская. Уже дальше, ну просто, вот, выход из атмосферы, из ситуации, из этого опасного диагноза. Прощение, друзья, это выбор. Выбор, хотя не хочется, следующий слайд, но послушание Слову Божию это тоже выбор. Поэтому, если ты не можешь, я тебе верю, ты можешь сказать, то зло, которое я испытал, то, которое пережила моя семья, если бы ты знал нашу ситуацию, да, я признаюсь, я не знаю твоего ужаса, но я только лишь читаю Писание и призываю тебя ухватиться за надежду, потому что здесь об этом мы читаем. У тебя есть выбор сказать, Господь, я не могу сам простить, но я выбираю прощать. Помоги мне, Господи. Когда пришел этот момент в мою жизнь, я все помолился, всех благословил, поблагодарил, попел, хвалу, а потом вот нужно назвать имя человека, который мне сделал боль, а я не могу, у меня в роте пересыхает, куда-то язык как бы глотается, не знаю, просто заснуть хочется и все. Я заново начинаю перемаливаться, как-то думаю, ну что такое, вот не можешь назвать имя и благословить. И потом я помню, я встал и сказал, Господь, я не могу, я сдаюсь, я сам не могу простить, но я выбираю и прошу тебя, помоги в моем выборе. Направление выбрал, Писание говорит, есть пути разные, да, выбрал путь, я выбираю, Господь, идти по этому правильному пути, но помоги мне, без тебя не справлюсь. И здесь еще одно напоминание, что Бог никогда не будет требовать то, что человек невозможно сделать. Значит, Он тебе обязательно поможет, мне помог и тебе поможет, но если ты сам не справляешься, тогда последнее, конечно, ищи помощи со стороны, проси помощи со стороны, обращайся к духовному доктору, так как ты физически вначале лечился сам, соседка, мама, сам лечил себя, правда, а потом закончились все варианты, и ты идешь к доктору, говоришь, доктор, помоги, у меня проблема, у меня голова болит, а доктор тебе раз, тут рентген легких, живот, ты такой, доктор, не понял, доктор, у меня голова болит, доктор, спасибо, раз, легкие, желудок, все, ты такой, не понял, а доктор, все понял, голова, это симптомы, а корень проблемы, мы узнаем, это только ты думаешь, что голова, а там что-то намного, намного глубже, он тебе пять страниц, вопросов разных, задает такие вопросы, за такие органы, ты даже не знал, что они существуют, и ты начинаешь так задумываться, думаешь, интересно, потом раз такой дает тебе диагноз, ты его не можешь прочитать, и ты думаешь, никогда не думал, согласен, я так и знал, что ты не думал, вот почему в духовной жизни, если перевести это, то нужно думать, что есть вещи, которые нам иногда непонятны, мы думаем, что все ясно, I got it, но на самом деле, там внутри есть, нужно проверять другое, виноваты они, вот это у меня проблема, на самом деле проблема другая, проблема непрощения, не признан диагноз, ты даже не думал в ту сторону, а стоит подумать, потому что все остальные, побочные, плохие действия, вред, это оттуда корни, непрощения, поэтому нужно глубокий анализ, иногда с помощью другого человека, поэтому я вас вдохновляю, церковь и всех, кто смотрит нас онлайн, идите, ищите этого исцеления, внутреннего исцеления, духовного исцеления, идите и просите помощи, я не понимаю, не могу, возможно, вам нужна будет молитва, освобождение, исповедание, отречение, исцеление, духа, вашего, есть духовные вещи, которые очень глубоко, отражаются на все, в твоей жизни, и последнее, друзья, это тест, ты простил или нет, это, шрамы, не болят, можно назад вернуться на слайд, шрамы, не болят, это важно понимать, только раны, болят, и вот теперь иллюстрация, рана открытая, это твое непрощение, это твоя обида, нет разницы, когда, на кого, а шрамы, это то, что ты простил, отпустил, покрыл, вот это шрамы, а теперь внимание, запущенные раны, заражаются, раны открытые, ранили, не отреагировал, проигнорировал, и вот эти раны, заражается, инфекция пошла, и пошел человек разлагаться, дальше, раны ведут к заражению, а шрамы ведут к свидетельству, о божьей славе, шрамы, это бывшие раны, зажившие раны, они ведут к свидетельству, о божьей славе, когда ты показываешь шрамы, и говоришь, я много пережил, я много пострадал, вот мои шрамы, как доказательство того, что я пострадал, но я стою перед вами, я жив, потому что Бог мой жив, вот почему до сегодняшнего дня я вообще тут смог дойти, потому что Бог восстановил мои раны, и вот эти шрамы должны дать тебе надежду, и тебе, у кого не шрамы, а раны, раны болят, шрамы нет, если ты не можешь говорить о своем болезненном прошлом без боли, значит у тебя раны, повторю, если ты не можешь вспоминать, рассказывать о твоем ужасе боли прошлого без боли, значит у тебя раны, и тебе нужно исцеление, исцеление, не игнорируй раны, иначе инфекция убьет тебя, а шрамы показывай, раны говорят о боли, а шрамы говорят о бесцелении, прощение не влияет на твое прошлое, но влияет обязательно на твое будущее, о прошлом не стоит жить, а в будущем Христос нам дает надежду, вот почему сегодня пусть каждый ответит себе на вопрос, у меня раны, или у меня шрамы, если шрамы, свидетельствуй, рассказывай, говори о Божьей славе, как Он тебя восстановил, и помни, что сегодня Христос призывает каждого простить и отпустить, да залечатся твои раны во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok